Доброго времени суток! Сегодня будет история под названием «Месть». Не судите строго, это моя первая авторская история. Если вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь. И не забывайте писать комментарии. Ну что ж, запасайтесь чайком, печеньками. Мы начинаем. Ночь. Мрак окутал весь город, фонари нервно моргают, что заставляет сердце на миг замирать. Меня зовут Катя. И скорее всего, сегодня я умру. А началось все до банального просто. Я рассталась со своим парнем, но, знаете, он не изменялся всеми подряд. И я решила ему отомстить. И прибегнуть к магии. Но как же я ошибалась? Зачем я, глупая, влезла в эту авантюру? За это время я прочитала много статей. Лазила по всяким форумам, спрашивала в чатах, провела уйму времени в библиотеках. А все для чего? Для обычной мести. Информации, конечно, собрала я немало. Но полезной для меня оказалась вырезка из газеты, датированной 1925 годом, заголовок которой гласил «Смерть» или «Прощение». В ней был рассказ о девушке, которая всю свою жизнь носила ношу обиды на своих родителей. И спустя пару месяцев после очередного унижения от них, она их убила. Жесточайшим способом. Нанесла 120 ударов. Ножом. Каждому. После этого девушка ходила и постоянно улыбалась. Улыбка не сходила с нее даже во сне. Спустя месяц она скончалась. У нее случился сердечный приступ. И что самое странное, умерла она тоже с улыбкой на лице. В мою голову сразу полетели мысли. Неужели месть принесла ей такое счастье, хоть и недолгое? Стоит ли рисковать? Стоит ли рисковать ради такого чувства? Дальнейшие мои действия были в поисках сильного проклятия. Я обходила кучу салонов магии и ездила к бабкам по деревням. Пока, наконец, в одной из забытых деревушек я не наткнулась на старую библиотеку. На глаза мне попался фолиант, судя по внешнему виду, очень-очень старый. Это была книга по древней магии, причем черной. Было тяжело различить многие слова, но я твердо решила, что это то, что мне нужно. Приехав домой, я стала подготавливаться к ритуалу. Но ничего сложного не было, никаких волос горгули или слюны дракона там точно не было. Нужно было две черные свечи, два зеркала, две фотографии обидчика и обязательно второе число в два часа ночи. Отключив телефон, заперев входную дверь, я начала читать слова проклятия. Америум визахвартум сета, либрифатум урехиве, тандарум винру. И... ничего не произошло. Ну, от слова совсем. Никаких порывов ветра, теней или странных звуков. Подождав еще минут десять, я решила, что ничего не вышло. Убрала за собой всю эту магическую херь и легла спать. Заснула я, на удивление, очень быстро. Точнее, как только голова коснулась подушки, я сразу вырубилась. И тут-то и начинается самое интересное. Мне снилось, что я в каком-то лесу. Там так темно, что не видно даже вытянутой руки. Не было никаких звуков, только я и темнота. Побродив немного по лесу, меня встретила... я. Ну, в прямом смысле, я только очень размытая версия. Она молча подошла ко мне, и в моей голове раздался холодный, могильный, неживой голос. «Ты призвала меня. У тебя есть всего одна попытка». Я, честно сказать, охренела. Это сон? Реальность? Что, черт возьми, происходит? Взяла себя в руки и дрожащим голосом сказала. «Мне нужно отмщение». Тень ухмыльнулась и сказала. «Хорошо. У меня только один вопрос. Быстрая смерть? Или хочешь, чтобы он помучился?» Немного подумав, я сказала. «Быстрая смерть? За все мои страдания?» «Ну уж нет». И я твердо ответила. «Долгая, мучительная смерть». Тень кивнула и добавила. «Ну ты же не думаешь, что это по моей доброте душевной. Ты будешь мне должна. А как только ты мне понадобишься, я найду тебя». И все. Я резко проснулась в холодном поту. Что это было? Неужели... Неужели у меня получилось? В отличном настроении я собралась и пошла на работу. Далее пойдет рассказ от лица тени. «Глупая, наивная девчонка. Месть это так жалко. Неужели она действительно думает, что ей это поможет?» «Дура. Но мне это только на руку». Надо было наведаться к этому кобелине и посмотреть, что это за фрукт. В эту же ночь я пришла в его квартиру. Батюшки. Да он с какой-то новой мадам уже. Пошумев на кухне, я привлекла его внимание и он проснулся. Вышел. И увидел меня. Черный силуэт девушки. Я вижу, как задрожали его пальцы. Я вижу, как ему страшно. И я стремительно двинулась на него. Он истошно закричал, и я исчезла. Ну что ж. Начало положено. Я каждый божий день приходила к нему. Этот бедолага перестал спать, есть. Посидел даже, знаете. Выгнал новую девушку. Срывался на работе и его уволили. А я продолжала приходить снова и снова. Перекрывала его дыхание, наваливаясь всей своей сущностью. И в один прекрасный момент его психика не выдержала. Он сорвался и напал на пришедшую свою девушку с ножом. Подумав, что это снова пришла я. Он разорвал ее на мелкие куски. Кричал что-то неразборчивое до тех пор. Пока на крики не отреагировали соседи и не вызвали полицию. Боже, как он жалок. Плачет, смеется. Слабая душонка. Ничего из себя не представляет. И этого бедолагу поместили в психиатрическую больницу. Но было бы очень просто, если бы это был конец его мучения. Я продолжила приходить к нему и пугать до дрожи. Угрожать. И говорить, что его смерть скоро придет. Что он уже одной ногой на том свете. Спустя две недели он повесился на своих же трусах. Какая ирония, не правда ли? На этом моя миссия завершена. Далее снова пойдет рассказ от лица Кати. Боже, как же мучительно мне было ждать хоть каких-то новостей. Мое предвкушение и мысли об этом не давали мне спокойно жить. Я ждала. Ждала, пока мне не позвонил наш общий друг с бывшим. Не сказал, что тот попал в психушку. Боже, как же я была рада. Так ему и надо, мрази. А спустя еще немного времени я узнала, что он повесился. Тварь, гори в аду. Надеюсь, ты попадешь в ад. Я действительно была счастлива. Но это счастье продлилось где-то пару дней. Мое состояние эмоционально стало ухудшаться. Мне уже не придавала мысль о смерти такой радости. Боль возвращалась с новой силой. Сжигала меня изнутри. И я уже начала жалеть и осознавать, что же я натворила. И что смерть человека на моих руках. Неужели я такой плохой человек? Как мой мозг и разум мог так поплыть? У меня началась депрессия. Даже были мысли о суициде. И, наверное, в этот переломный момент появляется она. Опять же во сне. В том же самом темном лесу. У меня все похолодело внутри. Я понимала, что пора платить по счетам. И ждала самого худшего. И тут она заговорила. И нет, не в моей голове. А я услышала ее настоящий голос. Он был не менее жутким, чем в моей голове. Ну что, моя дорогая. Я выполнила свою часть сделки. Твой благоверный мертв. А как он мучился. Это было даже приятно. Но теперь твоя очередь. Ты должна занять мое место. Я, наконец, хочу пожить для себя. Хочу снова чувствовать. А не то, что сейчас во мне только чувство мести. И огромной боли. А ты останешься здесь одна. Только ты. И твоя нескончаемая боль. Боже, нет. Только не это. Я не согласна. Я не хочу. Я не хочу. Да я лучше умру. Тень засмеялась и сказала очень жестко. Поверь мне. Ты не умрешь. Я это обещаю. И я проснулась. Как же мне быть? Я не хочу всего этого. Я не хочу испытывать эту боль. И чувство вины. Я пишу эти строки. Может, кто-то найдет мой дневник и узнает, что меня заменили. И я. Это не я. Она уже тут. Я ее чувствую. Она уже совсем близко. Прощайте. И если вы это читаете, то прошу. Нет, я умоляю. Помогите. Далее дневник продолжает. Тень. Как же прекрасно жить. Чувствовать. Любить. А знаете, после моей смерти, после того, как я убила своих родителей, я улыбалась не от счастья, а от дикой боли, которая меня медленно убивала. Месть не делает вас счастливыми, поверьте уж мне. Она делает только хуже. Но у меня есть второй шанс. И я воспользуюсь им сполна. А девочка Катя теперь навечно заперта в темном лесу. Испытывая дикое одиночество и вселенскую боль. Но она сама виновата. Кто же в здравом уме имеет сделку с мертвыми душами? Ни одна мертвичина не упустит шанса выбраться на оружие и снова жить. Но она там пока еще одна девица не решит кому-то отомстить и не призовет ее на помощь. Ну что ж, на этом рассказ закончен. И я очень надеюсь, что вам понравилось. Также хотела поблагодарить своих подписчиков. Без вас мне было бы очень тяжело. Вы действительно меня мотивируете. И хочу сказать огромное спасибо тем подписчикам, которые поддерживают мой канал материально. Это канал Месть, Егор Бражев, Константин Верн, Любовь Верная, Крис и много-много других. Спасибо вам огромное. Ну что ж, приятного вечера, мои хорошие.